а вы еще сказанием да вас день не вечер гору вечер уже слава господу все живы-здоровы работаем поздно уже чего у него то уже время да конечно они уже спят там четыре часа плюс от москвы это получается в следующий раз когда приблизительно планируете в эту потеряю ну если бог даже вы будем в июле с начала июля где-то до середины июля мы там бываем как раз 10 июля 9 будет крещение в этом году вот так обычно я вот это время у меня всегда на это время отпуск уберется еще хотел с вами посоветоваться на тему не освещение где были когда мур маша мурманской области когда на зоне работу я оттуда уволился еще с подмосковью в этой связи скажите он мне советовал так что типа ну если ты крестился один раз да то есть ну как тема закрещения крестился получается не было в пять лет и имя другое не русик а роман и в этой связи как бы едино крещение отталкивается от этого типа ростик ну какой имеет к тебе отношения вот как бы ты должен и на исповеди каяться за орехи то есть так как роман соответственно и причащаться тоже типа второе хрещение то есть к тебе никакого отношения не имеет такое второе решение да ну типа я как там вот это полным троекратным погружением первых священник сказал так священник сказал говорит какая ну какая разница либо погружали либо же то есть крапину она и есть если как бы воды нет можно хоть песком самая главная сама суть рукоположение все то есть ты крещен и она едино то есть если ты не доверяешь первому крещению соответственно ты уже как бы ну а церкви отделяешься и сам себе какие-то там преграды строишь какие-то там мать к этому всему и вот у меня вопрос да то есть и после причастия исповеди к примеру да но на причина исповеди как правило да нужно исповедовать те грехи которые мог тебя так сказать более то есть совесть подсказывают да и тебя более мучает к примеру да там греховный гнев я не знаю блудный по умыслу ну и так далее и соответственно чем больше ты исповедуешь правильно эти грехи тема так сказать они быстрее будут вот эти все пороки выйдут от тебя правильно вот такой формулы надо с крещением тут закончили кто вы приняли тоже священник говорит или нет ну как ну а еще такое еще было такое как бы захожу ждая каждые выходные хожу потому что я христианин я должен посещать церковь иначе никак он говорит типа перед масло помазанием то есть обязательно целую икону а у меня тогда было ну как говорится восквернение то есть в этот день пребывал восквернение соответственно я говорю ну а можно не целовать так отойди туда что понимаете ну стою кто я такой чтобы спорить со священством спорить не надо что он сказал о крещении на крещение это что такое какой перевод в это слово в оригинале получается в святую православную веру и крещение главное слово которые что нужно это в оригинале то какое слово стоит когда господь горд идите крестите все народы там какое в оригинале слова стоит честно подскажите погружение там стоит слово погружите погружайте все народы во имя отца и сына и святого можно интерпретировать погружение если это переводится погружение погружение значит и должен погрузиться куда-то куда в воду соответственно и написано иван креститель крестил вилл в иноме близ салима потому что там было много воды там так и написано в евангелет ивана а зачем было крестить ему если бы достаточно так полил и все много было воды над собой работаю да я понимаю что ему как бы я не контролирую себя как вы тогда говорили вячеслав что нужно родиться слышать на чтобы но измениться внутри а не то чтобы измениться внутри я как бы исповедуюсь но вот это вот вся злобость какая-то раздражу или это нормальный естественный процесс то есть пример у нас люди окружают которые могут ну естественно нас вводить его не есть праведный не близи греховные они разные во весь вопрос том что ты от людей от людей зависите вы вы на них смотрите и ваше внутреннее состояние зависит от того как люди что делают как они поступают и какой-то гнев это это значит тут уже все стали все остальное славу друг от друга принимайте от славы от единого бога есть какая разница как что кто чё думает или что делает это как если есть что-то неконтролируемое значит это беснование самое настоящее потому что не может быть неконтролируем должно быть все как духе пророческие подчиняются пророкам все человек вот у нас зашел один был александр шлоков такой мы его уже до 20 я не он все разы нарушал правила ему запрещено он пишет заявление обещание что молчать он ни разу два дня не продержался два дня и начинает говорить о гордо я не согласен что вы пишете я буду кого я не могу тут вы хулить и святых отцов он сразу говорит хулить и то есть у него хуй у него допустим что-то если не связано с его мыслением он сразу хулить и и он ничего не может у него прямо он изрыгивает и одно только с ничего можно это воду святой набирать в рот скотчем заклеивать рот и двумя руками вот так он стоять вот двумя руками все другого способа пока чтобы он как только он полез вот сюда сразу то его запирать святой водой другого способа не существует уже мы пробовали так и сяк невозможно начал занимать деньги у всех потом не отдавать потом обвинять всех то что тут все чуть ли не еретики сектанты там раскольники а он бухает и хороший такой молодец зато знаю что такое верение все а потом начинает приходит извиняться там но мы опять принимаем опять напиши фотографию такую сделай опять два дня проходит я как я опять ничего нету ничего не сделаешь вот что ты хочешь помочь человек со всех сторон невозможно потому что он дает вылезти в нем вот этому демону который там сидит тяжело пока он его лелеет естественно ничего не получится видите по крещению как же рустик ты забыл все про крещение кто тебе ты не забыл я не забыл просто освещение к мне ну как бы мне говорил и как ну как то не заговорить одно освещение слово крещение значит погружение то есть когда ты говоришь я крещен и ты говоришь я погружен освещение говорит неважно погружен ты или нет как бы я ну и как бы никого не служу я просто смотрю он то есть да по человек порядочный здраво рассуждает говорит если что-то плохое в нем увидел пример я бы сказал да это действительно волк в овечьей шкуре его слушать нельзя и так далее волк это то есть как фильмах и такой демон понимаешь страшный какой-то будет жрать нет конечно они там все учатся хорошо хорошо говорить там последовательно может быть даже но все это рассчитано на незнание чисто то есть самой корни ты не знаешь допустим на чем это стоит и все он как хочет кто обладает знанием тот знает как можно ими манипулировать это очень просто на самом деле особенно когда человек неверующий здесь все от него зависит и все никак крещение это погружение то если крещеный становишься только когда ты погруженный исключение составляет только для больных и тех которых невозможно он при смерти вот он при смерти а нету воды только в одном случае разрешено обливание полностью надо облить водой три раза а другого способа нету все остальное это от лукавого а вот и еще к примеру такой вопрос масса тела да то есть человека если вот избыточный вес и это как-то есть непосредственно взаимосвязь с беснованием и прямая связь прямая если он резко похудеет он резко типа избавиться от бесов что это он гораздо легче будет во первых он их лучше увидит в себе они легче во вторых легче да потому что действует сатана дьявол через физику через биологию через все остальное то есть вот эти все потоки и гормональные вот вот это он все разгоняет в человеке он человек себя не может контролировать как животное а ты когда себя у утушаешь у тебя все тебя и сил нету даже на другое и соответственно это самое и ты начинаешь уже умственно с молитвой не просто просто после молитва после молитва и самый самое сильное оружие против дьявола а то себя изтащил и все тебя ты тут чтобы эту страсть побеждеть страсть под чревную под чревную надо чревную победить перед этим страсть она под чревный канал этот перекрыть под чревный а чем над чревная то есть который давит на него это надо убрать по-другому способу нет либо работать таким образом чтобы еды всегда них ну чтобы еды всегда тебе не хватало ну как бы так работать сильно что ты хоть сколько съешь это все сгорает и еще худеешь только наоборот с молитвой мясо таким есть противопоказано это молочное если человек бесноватый мясо противопоказано не знаю не против это каждый сам за себя решает но мы и я не ем мясо и если я молока меньше пью мне лучше гораздо тоже я себя и контролирую лучше и мысли все лучше все лучше становится вот интеллектуальные способности конечно то есть я по себе прививаются если ты постишься в интеллектуальной способности учились очень сильно все тянет голова начинает работать будь здоров а когда еда от еды на портится плохо там все я смотрю на вас да я смотрю вы совершенно другой то есть глаза ясные все сейчас смотрю на себя но как бы мне стыдно за себя но хочется как бы пребывать в этом состоянии знаете рождение слышу как люди говорят но я считаю что как бы это та благодать которую можно удержать некоторое время на мало либо же действительно я в каком-то то есть бесноватом состоянии то есть нужно правильно интерпретировать свое состояние понимаете чтобы знать какое направление все ты через мозги пропускаешь у тебя дьявол на этом чисто ловит понимаешь культурно там через мозги ну там понятно работа и все остальное ты же когда уходил ты тут начал хулить и нас и игнатия тихоновича бы твои слова то были что ты вы тут все лицемеры и все это здравыми делал или как да я не сейчас не считаю что полностью целиком здравом уме потому как здравом уме ну если человек подвержен то есть и нового злоба злоба вот это злоба то есть дано и сердце исходит из уст точнее сначала из от сердца то есть потом через уста это не контролирует когда и себя не контролируем мне это не нравится я понимаю что нужно что-то делать конкретно то есть на корню я уже спортом занялся день через день хожу спортзал на износ себя то есть изнуряю но я своя мясо и меня не поможет я смотрю килограммы то есть набираются то есть я спортом занимаюсь но в любом случае далее уменьшилась может быть потом то есть через время будут килограммы убывать соответственно уже эффект не знаю а если на я русских тебя знает и еще раньше меня пришел сюда раньше и вот вы что прибывали ничего не читаешь ничего не читаешь не сайт ничего мы уже все сделали столько переделали за четыре года я не знаю тебя все нет и нет ни в помощи нигде не предложил никогда не читаешь книги гнать этих ночные попробуй вникни прям читай и все замолкни ничего не говори вообще никому не объясняя ничего себе там чё там как спортзал не вспомнил возьми книги и начни читать просто постоянно вопрос кого возникает по книге прям идешь дальше сразу к ночью тихо ночью и все и не поднимай ничего не объясняй просто будь при этом на молитве будь на занятиях и все поможет это конечно тебе надо просто все пересмотреть своей жизни по-другому к этому прилинуть прям к ногам трудом который ты здесь святой духа лет но сына тихо ночью ты не читаешь потому что ничего не считаешь это евангелие что ты самое главное не читаешь евангелие раскрывается в книгах она евангелие то все читают сектанты 20 тысяч сектантов православной вроде читают ничего не понимают нам у нас занятия постоянно проходят ладно за и реально вот это надо вникнуть реально там на сайте есть с правой колонка ответы на вопрос слева к истину православию ты попробуй выучи хотя бы одну главу прям начни учить понять о чем она говорит до конца о чем вот там все вопросы ответы есть без и колдовство игнать их все есть ты этим займись конкретно сядь и смиренно припади к этим ногам уже все расстолковано дал гнать ну все про святой дух это уже открыл всем и вы думаете через вот эти труды меня коснется я думаю ну вы этим даже не подходили к этому я же слышу по разговору по всему что даже не было вы даже евангелие а чур евангелие читать читать евангелие это одно надо еще правильного растолковать понять и надо в жизни это все увидеть как это все это все в книгах опыт вы зайдите там есть тема община справа общины посмотрите там все разные люди как были вы увидите разные судьбы как они судьба слова не евангельская но я имею ввиду как бы разные пути да как они что было как кто-то изгонялся кто-то там бесноваться начинал и как в связи с чем это это все будет сходить евангелие будет сходиться поинтересоваться вот у вас какой рост 79 волосы меня как у меня овец как вы последний раз весился 78 где-то так 78 8 7 метров 79 роза а у меня метр семьдесят девять рост масса тела сейчас 108 хотя по мне не скажешь у вас похоже внизу весь вес может потому что спортом не знаю что-то много вот этот масло так это столько много то может быть я не знаю у меня самого я не себя не видишь у моего роста был чтобы его роста был примерно и чтобы весил больше чем ну как бы обычно меньше меня весят как правило я не похож на толстого человека я бы вот сейчас меня спросил сколько ты вещь я бы сказал ну максимум 90 а вы всегда так и весили то есть мало нет когда я еще не верующий был я 87 весел сколько 87 когда не верующим был потом стал снижаться 85 там и как может посоветуйте как снижать свой вес ну пост просто без мясная диета и 100 процентов и переедаете просто когда переедая на работу ухожу не ем с работы прихожу маленькую тарелку и потом вечером все день через и занимаях вот куда-то вес берется от воздуха что кости тяжело либо потом наживайтесь когда на ночь или еще что-то не могу ну а так если в общей сложности взять я вообще он знает что организм знает то что вы ему придется голодать и когда он получает еду он сразу откладывает надо тогда вы надо этот обмен веществ сделать ускоренный ускоренный это наоборот может быть даже чаще есть но поменьше надо как чтобы ускоренный обмен видео у вас он такой корень самика то есть то есть долго вы можете не есть вот сто процентов вы можете долго не есть может там даже несколько дней неделю может это говорит о том что супер замедленный метаболизм у вас обмен вещью этот супер за он рассчитан на то чтобы выживать там долгое время ничего не едя но у него есть минус то что вы когда что-то поедаете сразу вас это не идет в энергию идет жир сразу поэтому надо надо это постоянной работы постоянно постоянно чтоб как как белка в колесе я разгонял и тоже так же я разгонял своему она пасху которая была снизу снизил до 90 но дальше я уже не смог до 80 надо вообще не зная когда начинаю весь 82 знаю что не хватило там буквально очень 283 когда начинаю весить я сразу же меня но я чувствую то есть у меня всякие может быть мысли какие-то начинают в левую заходить то есть она все идет посмотрите как если сейчас от мясного полностью откажусь и буду продолжать также впахивать спортзале я думаю эффект будет от мяса человек вообще не набирает это мясо не с набором не связаны этот калорий от от углеводов а когда мясо чё там есть это белок в основном а жиры ну жиры там нет немного то есть я вижу это это чует это все от углеводов набора сладкое может быть еще что-то далеко в вашем состоянии я ну как бы в состоянии когда в лишнего веса я был я знаю я я бегал почти каждый день не на 87 109 108 есть разница конечно есть разница но это ожирение первой степени если считать индекс массы тела да это уже это все последний уже степень не последняя там третью мне первое а до этого первое это вот вот первое как раз так 87 89 ты уже 1 избыточная масса а потом идет о степени ожирения 1 2 3 уже за 90 я думаю 1 начинается ну там есть специальный индекс массы он высчитывается нормально же должен быть такой же как рост и и меньше еще голод килограмм на 2 на 3 там масса тела деленное на рост в квадрате вот это индекс массы тела нормально это когда вот как рост пример ну то есть 100 190 то есть минус 100 отнимается еще где-то 35 еще отбросить и вот нормально самое тогда ты можешь контролировать у тебя нет ничего не похоть ничего на тебя взять не может нет гнев похоть все что неконтролируемо это все тебе берет это одинаково на исповеди священник обязательно и причастие чтобы загасать вообще забудь тебе нельзя причащаться а роману можно ростику нельзя роману можно как-то какой роман у романова нету никакого кричал соты в 3 2 полный трикатное погружение в каком освещение говно видите как я нет таким с каким именем полное трикатное погружение было рустик рустик все русика только есть он у романа не существует никогда и обманули просто где деньги сунули но ночью пришел ночь и пришел взять деньги осунули фантики ты в свет пришел увидел что фантики тебе приходишь говоришь это фантики он горит нет это деньги и тебе не дам деньги больше да получается сколько это взять и что перед у сколько миллионов человек обманули вы сами думаете дьявол знает что вход в церковь идет через крещение и поэтому он все силы приложил для того чтобы скрыть его это дело крещение чтобы не было никто и не ходил люди от примеру не знали до общины игнатия тихоныча что они по своему незнанию так сказать ватуши потому что они не знали что их неправильно крестью какая-то церковь она не просморить как они жили как они жили как они жили а тогда если они жили господь им открывает истину уготовлен для спасения смотреть кто вы не кричалонечки так не зал так горит нечести вы крещеных надо перекрещеных надо перекрещены бы таймс над ними не совершено война из последних святых говорит конкретно таинство не совершено если облели человека такие все кто то что что другие заявляют они просто знают что если признать это то они окажутся великими обманщиками обманывать весь народ и они не могут на это пойти вот это все покаяние нет называется без покаяния состояния сатанилы согласны с тем что если человек к примеру не скажите не крещеные он после смерти его душа уходит в ад я не знаю куда ваты линиево от это мне не известно я знаю что крещение это вход в церковь в крещении прощаются все грехи если у человека нет укрещения то грехи все на нем стань крестись мое грехи твое призу ими господа иисус и она не говорит апостолу павлу стань крестись я мой брать як павел уже покаялся он уже лежит все а все грехи еще на нем и так р�ена не на крещеном человеке все грехи остаются и поэтому он не знает что такое быть движимы духом святым на нее дух святой не сходит потому что сходит только на очищенные чтобы господь очистил а если не очищены он не сходит дух я могу бесконечности читать евангелие но я не очищены потому что дух не сходит не очищены потому что не было покаяния не было много каких вопросов может быть не было а в тот момент когда человек пройдет рождение свыше то всем покаяться на истинное покаяние не произойдет это другую и дух святой сходит даже если было тогда пока полное погружение действенное но становится в другой момент когда человека истинно покаялся у веровал уверовал в иисуса христа и тогда он до крови будет сражаться против против три врага первое самый сильный враг это он сам пусть отвергни себя написано отвергни себя первый легко сказать не получит 2 это мир дьявол и третий мир вот 33 врага и что вы думаете про всеобщую мобилизацию частично вот к примеру если мне будет ультиматум поставят вы в донецкой ну так она это сейчас российской федерации не но на самом деле мне бронь поставит я потому что больница у нас все мы подавали заявление игнать их презвонил я не знаю сколько лет об альтернативной службы не знаю я скажу что верующие вообще в руки оружие не собираюсь а если ты ничего не подавал как докажут и верующие заранее надо было это делать а сейчас чего вот пришли а масло расстреливает и до свидания мне я не собираюсь выехать убивать на украине я этим не собираюсь заниматься я вообще врач я доктор и учусь на программисты я мирный человек их организм из программистов 90 процентов бесноватые все ну почему так сразу потому что опыт показывает да я до программирования даже правильного к этим и пошли туда же знаете мозги тренируют очень сильно но они тренируют мозги но глупым делают предельно тоже потому что все 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 очень у именно как бы детерминированно как в программировании человек перри перекладывает это на духовное она вообще не сходится не на духовное это маника потому что я духовная до программирования познала я даже не собирался на дуну не как это образ мышления становится тупой вот буквально управляющих тупой образ мышления для жизни ну как бы тупой он ограниченный очень ограниченный вот этим плацки наоборот развиваем почему сразу нет от развивать в ту сторону вот столбик это математически как машина мыслишь машинное мышление они человеческое но и да и а тем более не божественная то есть анти машина иначе бы не было 90 почти все бесноватые много много они не могут мыслить божественно не воспринимают они не могут под как и 31 как примеру пример да я не помню по имени и отчеству по фамилиям вы найти тех начал общине даже есть программисты никита колесников на программе стройцы дима бадичан если такого знаете один раз записывал даже видео сразу же видно когда человек занимается программированием катастрофическое видно изменение в человеке в духовно скажите честно по мне видно ну по вас еще до этого видно было а сейчас вы видно видно конечно видно и по никите колесников видно видно это машинное мышление на нем будет почти антихрист стоять на этом на всем я не говорю что это не надо это надо но это надо было чтобы человека было с детства а не так что ты взрослый у тебя сформировался ты теперь ломаешь машину себя загоняешь мышлению туда это нужно знать в общем чертах в общем но профессионально этим заниматься не нужно вот я понимаю что такое программирование разбирать вы телефону пользуйтесь думаешь что я не понимаю что такое программирование ну вот не я не я программировал на си шарп дальше на ну самые простые там понятно эти все басик там html пешпи я это все все программировал ну на уровне любительском конечно я поэтому я понимаю как это работает что это такое я за то что если бы не было программировать но с вами сейчас не сконтактировались по skype вы бы у вас вот не было приложения сбербанк онлайн мы бы так разговаривали мыслями понимаешь не но это что как жизнь мы бы разговаривали если бы не было грехопадение совершенно другом уровне понимаете а когда грехопадение пошло тогда уже вынуждены были города строить каин там он там начал каин это все пошло sky на каине потом вавилонская башня и все остальное а потом господь это как инструмент мы конечно это бог открывает технологии мы их используем туда или сюда если она нельзя сказать что дьявол то но это как инструмент туда или сюда но я говорю что в итоге получается так что по опыту что программисты бесноватые дай бог чтобы все у нас есть очень хороший у нас есть николай сиронки кто сайт сделал да очень сильный программист он духом святым движимый можно сказать господь избирает так делает но туда идти когда и так проблемы с этим я не знаю ну никак не остановишь понятно просто человек думает что он какую-то сферу новую а там такая монотонная она со времени когда ты все узнаем когда уже все знаешь и такая монотонность и все человеку он нигде не может найти никакую отраду кроме как потом в разврате или еще в чем-то другом потому что он он не получает нужные ощущения чувства с внешнего мира а все у него туда в компьютере остается и у него этого недостаток и он начинает через чувство я покаялся я не собираюсь блудить и ничем заниматься бог я хочу сказать я смирился а спать не дает жену ну понятно в каком состоянии под поэтому значит не на я смирился я все я работа спорт учеба церковь работа спорт учеба церкви надо как александру шлокову воду в воду набирать святой воды набирать его так руки делать и ничего не говорит никогда хочешь что-то хочется что-то объяснить потом опять будете хулить там набивать живы тут все лицемеры шба было же сестры лицемеры как все пошло-поехало и славки за ней за хули не я себя не оправдал сейчас только что говорил как работа церковь учеба книги начиная читать книги книги какие то есть когда начал программировать уже несколько лет или полтора года муж год уже уже второй год пошел вот вот ты же всякую литературу читаешь там учишься этому это бы из этого никак чтобы это понять тернатуру вы знаете сколько уже преподаватели сейчас вообще по или курсы проходишь постоянно это понятно дело курсы это инфо циканс преподаватели есть который учит прошли действительно сейчас в интернете много преподавать этих ю тубе всяких роликов которые вот вот если бы столько ты же применил бы на познание божественного из сайта то и вот тогда бы был бы эффект а так это ничего нету никак не знаю как донести это до тебя чтоб ты читать начал то что в сайте написано хорошо начну читать то что в сайте написано и выдуваю уверенно что сподвижки я уверен что будут большие сподвижки конечно и самое главное меньше болтать я вообще рад был бы если мне сказали вообще ничего не надо говорить и все молчать с этого момента я бы только занимался духовным деланием внутренним там писал бы что-то печатал и и молился а я не знаю чё так тянет болтать и вообще не понимаю этого не потому что по skype соединились да нет я вообще говорю как начинает там писать а то или вот как с локов там или еще что-то человек учится четыре года четыре года года учится говорить а всю остальную жизнь учится молчать скажешь один не не скажешь один раз пожалеешь а скажешь сто раз пожалеешь то есть веслав вы рекомендуете читать то что да то есть на сайте во свете библии и плюс одновременно можно евангелие правильно и малина сам все наполнены евангелием вы просто ну а просто чисто всегда евангелие читать это как евангелие это просто постоянно даже говорить об этом не надо это как бы то что и как можно не читать евангелие как будто воду не пьешь так и здесь поэтому нет это читать надо обязательно кто читает такой скачок происходит сразу же а кто не читает они все на одном месте стоят Так уж вышел, что Игнатий Тихонович здесь просто протаскивает, можно сказать, людей. Прям протаскивает, за волосы тащит, если ты туда читаешь. А если не читаешь, мы сами себя не можем протащить. То есть в этом этот нерешённый вопрос, в том, что я не читал. Это один из ключевых. Второе тогда что? Второе, я уж точно сказать не могу. Что я видел однозначно, это вот это. А там для меня, у меня опыта такого нету, понимаете? Спаси Христос Вячеслав, потому что я услышал ваш совет. Хочу начать просто проэкспериментировать. Можно действительно потащить в лучшую сторону. Буду изменяться в лучшую сторону. Ты как-то со стороны, я не знаю, как будто, знаешь, какая-то раздвоение личности. Вот говоришь, ты раз, и я не знаю, ты там бумажки, видимо, пишешь всякие, да, такое, описываешь всё, что ты делаешь, или, ну, как бы, свои задачи какие-то свои. Ну, если в больнице, в этом, ну, там всё на бумажках, в принципе, тоже. А писать, диагноз там, или что-то поставить. Да, диагноз поставить, да, всё вот в этой болтовне. Да, всё в болтовне, я знаю эту тему. Ты вообще все, особенно в руководстве, все в этом. Они вообще, вот, реальность одна, но как-то её, они как-то что объяснят, как поставят, это для них больше важно. Между собой хорохолицы, как какие термины лучше применить, как красивее, чтобы это было сказано. А жизнь вообще идёт там снизу, она вообще не связана уже с тем, чем они занимаются. А зато по бумажкам всё ровно проходит. Хорошо. Бумажка. Человек бумажкой становится. Я сам работаю в сфере там сейчас, ну, можно сказать, в руководстве по... Вы в Сибири работаете? Безопасность, а? В Сибири работаете? Нет, я в Казани. В Казани. По репорту. И там вообще, ну, реальность одно, а бумажки одно, другое совершенно. Так при чём тут бумажки? Я людям диагнозы выставляю. Читаю снимки и ставлю диагноз. Тем более, если опыт есть, почему бы не заниматься? Ну, это как диагнозы ставить? Понятно, по процедуре, там, по определённому протоколу определённому. Не-не-не, по снимку, ну, опыт просто какой протокол? Ну, у меня опыт достаточно. Я вижу снимок, а автоматически пишу, то есть, как бы я знаю. Могу печатать, какая разница. Ой, туда, если рентген, это понятно. Ну, понятно. А это так под спорью. Я хочу просто выучиться на паре, я выучусь на программист. Чтобы действительно дистанционно работать и иметь шанс ещё физически трудиться. То есть, иметь свой дом, хозяйство, скотину. Вот этот, я считаю, что человек должен жить на земле. Такие мысли хочу реализовать. Но, опять же, финансовое подспорье должно быть. Я не знаю, друзья, я слушаю тебя, мне так... Ну, почему я смешно мне становится? Я не знаю. Ну, ты так говоришь. Вообще, вот так же ты говорил три года назад. Я имею в виду, ты так же какие-то планы какие-то, что-то строишь и всё. И этим живёшь, что ли? Конечно, я иду к этому. И одновременно с этим вдруг начинаешь хулить, потом всё, всех бросаешь. Я вообще удивляюсь, как так может быть? Вроде культурный человек, всё нормально. А, вы этом удивляетесь? Общаюсь. Вы удивляетесь тому, что я сейчас говорю. И это, как ты и думаешь? Ну, как так? Одно говорит, потом вдруг всё противоположное начинается. Ну, потому что, как говорится, есть точки несоприкосновения. То есть, да, есть те темы, на которых мы просто, ну, расходимся. А на каком основании вообще тут можно ставить? Тогда и не нужен тебе. Тебе зачем тогда, мы тебе зачем? Игнать Тихонович тебе зачем? Ну, точки несоприкосновения. Эти точки потом вот так разворачивают, что ты вдруг начинаешь вообще тут ни с чем не соглашаться. Эти точки. А какое основание есть? Опыт какой-то есть? Хоть немножко близкий к Игнатью Тихоновичу там? Или хоть какой-то церковной, прочитанной книге? Чтобы может был профессор, понимаете, может не соглашаться с другим профессором там, да? Ну, когда вот ученик, с чем он может не соглашаться-то, если он ничего не имеет, ничего не знает? Просто только у него собственное мнение, вот как вот стоят, вот я преподаю, да, преподаю, и приходит права качать. Он ничего не знает, он только у него есть, только я, и все, больше ничего нету. То есть, он с чем-то не согласен и портит все. Все занятия портит. Ну, ты не согласен, не согласен, оставайся с этим не согласен. Ну, главное, а ничего нету за этим не согласен. Просто он так... Просто, извините, что вас перебью, была тема о женитьбе, о женитьбе касательно. И, то есть, я найти Тихонович рекомендовал, то есть, сестру из общины, у которой, в свою очередь, дочь. Вот, и там тема так возникла о том, что, ну, окончательно все упиралось, то есть, ну, финансово, то есть, в дом и так далее. То есть, это меня зацепило. Я говорю, как это верующие? И, типа, даже уже квартира не годится, то есть, обязательно дом. Если дома у тебя нет, то ты вообще не нужен, то есть, понимаете? Конечно же, меня это зацепило. Во-первых, это не по порядочному, я уже не говорю, не по-христиански. Это духовные люди. Я не сужу просто так, но ситуация развернулась. Это духовные люди. Они не только работают еще, они работают над душой еще твоей. Понимаешь? А ты судишь уже, их начал судить. А это, вообще-то, духовные дочери Игнатия Тихоновича. И они действуют так, как в согласовании с ним. А ты сразу это все отбросил и сразу начал судить. И вот, значит, если ты судишь, все, с кем ты уже живешь. А ты сразу, ты должен был сразу понять, что если Игнать Тихонович тут посоветовал, а она так говорит, значит, это мне, может быть, что-то, я буду постараюсь или еще что-то. Ты сам не знаешь, над тобой уже работают, над тобой другие души работают Игнать Тихоновича, а ты отверг это все. Это тебе, я не знаю, вот это, ты даже не представляешь, какое сокровище тебе предлагалось. Это, я не знаю просто, это красавица, это дочь, можно сказать, это рожденный свыше человека, дочь рожденного свыше человека. Это, я не знаю, вот я бы, я не знаю, кому бы, такое даже жалко вот отдавать вообще. Честно, и вот вы сейчас говорите о женщинах, я уже настолько остыл и слава богу. А женщинах, ты, причем, если ты не понял просто даже, что ты, и ты против кого начал говорить-то? Потому что мне не дали. Я не знаю, может быть, это самое лучшее, тебе были предложены, самая лучшая жена, наверное, в России, самая лучшая женщина в России. Вот у нас в группе такие есть, там, может быть, девушки, ну, человек 3-4-5, лучше их нету в России. Ну, я могу так сказать, положу, как бы, как я считаю, потому что, ну, верующие. И ты так отнесся, это вообще, конечно. Они духовные и мыслят по-духовному. Вячеслав, мне не дали возможности с ними хотя бы по скайпу вести беседу. Я откуда? Ешь не экстрасенс. Довериться, ты должен, ты мог поверить, Игнатью Дихановичу. Я вот никогда, ну, у меня такого вообще никогда не было. Если Игнатьев мне что-то посоветовал, я всегда принимал правильно. Потому что все, что я от него получил, я все, что я, точнее, имею, я столько от него получил. Бог мне через него, то есть через послушание. Вот то, что у меня есть, у меня есть послушание к нему. И все, и Бог Господь мне больше открывает. Такой вопрос, а напрямую, то есть Бог вам когда-либо подсказывал до знакомства с Игнатьем Дихановичем? Ну, напрямую, во-первых, на него и указал Господь. И также напрямую, неоднократно, естественно, мы молимся постоянно. Но больше всего в нашем сообществе всегда это происходит. Оно, общество, общество не может сдвинуться. Это церковь. Его нельзя, чтобы один человек его может куда-то завалить, туда-сюда. А чтобы сообщество, никак. Потому что все молятся вместе, все занимаются, занимаются писанием. Если что, тут подправит кто-то. Игнать Тихонович подправляет или еще что-то. А тот, кто отваливается, он сразу прям клонит. И отстает. Недостижимо. Он отстает, что уже достигнуть не может того состояния, которое был бы, если бы он был там. Каждый раз. Это раз навсегда, да? То есть безвозвратно. Безвозвратно. То есть он уже тот уровень не может приобрести, который бы приобрел, если бы был там. Он может остановиться теперь, да? И карабкаться и дальше идти. Но тот уровень, если бы он был три года, и все это, он бы столько опыта, столько людей разных приходит. Уходят люди, приходят. И ты все начинаешь как на Писании знать. Вот у нас тут одна пришла сестра с миссионерского отдела, прям с самого логового этого. Ее там чуть ли не убить хотят. Потому что она уверовала, родилась свыше. А крещение крестили, крещение прела истиной. Всю жизнь она в клире пела, была. А потом узнала, что некрещеная, приняла крещение священник ее. И епископ благословил ей креститься. Почему? В детстве неизвестно было, как ее крестили. Может быть, ее и не погружали. То есть епископ согласился. И он даже сказал, что так надо и других проверить. Говорит, если у кого-то сомнения есть, надо крестить. Не знаю, я где в церкви был. Я священниками всеми доволен. И они себя ведут прилично. Но я не окунался до глубины. Во всяком случае, ну просто первое мнение, нормально. Что болтаешь, Верюстика? Ну что болтаешь? Выходи на Кнати Тихончик. Выходи на Кнати Тихончик. Проси прощения за то, что ты наговорил тогда. Мы тебя не выкидывали. Ты сама... Такие слова я приношу извинения. Потому что в любом случае, конечно, христианинам не подобает вообще говорить скверные слова. Я за это каюсь постоянно. Ты уже напрочищался, похоже, да? Многие больные немало умирают. Ты вообще себе запечатываешь внутри бесов через это. Тебе вообще причащаться нельзя. Вообще. Исповяться часто можно, а причащаться нельзя. Если человек причащается, его природа, то есть, ну, Христову перерождается. Да, что-то не видно, что перерождалось. Не видно. И не вижу что-то, вообще не вижу. Наоборот, вижу, забесовляется только. У всех практически, кто часто причащается. Потому что недостойно причащается. Недостойно. Хорошо. По каким критериям это видно? Что, наоборот, забесовляется? Дерзкий становится. Дерзкий, если что-то связано с истиной. То есть, против истины он дерзкий. А так, против, если что-то, ну, его мирское такое, очень трусливый, наоборот. Хорошо. А, очень трусливый, по-мирскому. Да. Ну, это по-разному надо смотреть. Но самое главное, он сдерживаться не может. Когда нужно, сдерживаться. А когда не нужно, он молчит, наоборот. Все наоборот. Это Макари Великому, Макари Египетскому, и видение было. И мы уже показали, как это было. Он заходит и смотрит, бегут черные эфиопы, и подходят монахи. Там много, и люди разные. И говорят, черный эфиоп берет уголь в рот. То есть, он подходит к причастию, а ему в рот уголь суют. А невидимая ангельская рука уносит дары божьей в алтарь. И написано, мало только людей, которые причастились. А остальные, они думали, что причащаются, а на самом деле уголем в рот был втолкнут. И вот так это сегодняшнее состояние. Примерно, наверное, я думаю, большинства причащающих. Потому что не крещеные, не живут. Понимаешь, надо жить по вере. Вера, подтвержденная делами. Это спасает. Нечастое причастие и богослужение. Это все как обычная жизнь христианина. Ну, ты пришел, рот открыл. Что тебе стоит? Это не дело никакое. Ты пришел, рот открыл, тебе сунули. Все, вопрос закрытый. Дальше нет. Именно жизнь, вера, подтвержденная делами, евангельская вера. Если этого нету, то все это ни туда, оно ничего не дает. Оно только убивает, наоборот, человека. Я имею в виду причастие такое, мертвое. Мертвое. Да не воскресишь, он мертвый. Что с ним сделаешь? А кто не будет есть плоти и не пить крови, не будет иметь в себе жизни. Христос говорит. Не будет иметь в себе. Он должен быть живой. Вот поэтому и надо причащаться. А мертвому ты ничего не... Он мертвый, он не может иметь в себе жизнь. Он мертвый. Надо вначале жизнь проиметь. Родиться свыше. Родиться. То есть ты должен переродиться. И через это теперь это для верных христиан, сказано. Для верных. А не для неверных. Которые не поймешь, что да как. Но вообще, если бесноватый человек, ему причащаться не запрещено, если он не хулит, не хулит таинству, да? Если он там не сбивает. Ему не запрещено это. Значит, можно. Но ты уже был здесь, обидел, вышел, нахулил нас всех. И вышел. Вот я извиняюсь. Так ты извиняешься, а сколько причастился в осуждение? Ты как... Это же... Я знаю, и это тоже, кстати, каялся. Вот ты каялся. Прощение. Каялся, извините. Даже не просил. У него так и твое последнее сообщение там так и висит. Я видел. Вот я сегодня хотел беседу. А причащался. А написано, оставь жертвенник, если кто имеет на тебя. Оставь на жертвеннике и приди, примирись, а потом только иди к жертвеннику. А тут ты пошел и ничего, как будто ничего не бывало. И тебя священник причащает. Я стараюсь даже, вот смотрите, исповедоваться и в субботу и в воскресенье, потому что чувствую, совесть мне подсказывает это, это, это и попунктно. То есть за грехи. Ну исповедуешь, правильно, что исповедуешь. Ну ты понимаешь, как это, как помет. Вот помет куриный набрал вот так. Я слышал этот пример. И перемолол и выбросил. И еще раз этот помет. И постоянно его варишь там или еще где-то. Вот ты как относишься к своей жизни, ты же серьезно подходишь. Вот ты хочешь там научиться, научиться программированию, потом заработать, чтобы дом там свой, да, женат. Ну ты был у тебя такие. То есть ты серьезно подходишь к вопросам жизни. Вот таким также серьезно ты должен был подойти к вопросам спасения души. Таким же образом. Только с большей серьезностью гораздо. А тут как-то у тебя оно, ну как-то ни туда, ни сюда. Не поймешь ничего. Таким человеком Господь тебя свел. Ну я знаю, да, я знаете, Тихонович, конечно же. Ну иной раз я его просто не понимаю, может. Ну что не понимаешь, что у него? Вот, например. Ну он сначала одно говорит, потом другое. Ну я не знаю, что у него в мыслях. Ну подожди, что одно, а что другое? Он... То есть сначала, то есть, да, тебе надо жениться, потом резко не надо жениться. Ну таких, ну, много. Ну ты же долбился. Он тебе вначале говорил как раз таки, что тебе не надо. Ты убьешь жену, и жена тебя. Но ты-то не отставал же от него. Долбил, 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 долбил по этой теме ему. Все. Он тогда показал, ну, хорошо. Ты тогда будь готов. И все. И он начал все делать. И предложил тебе самую лучшую невесту нашего сообщества. Я ее не достоин, ладно. У нас сообщество наше. Сам, я не знаю, было в шоке просто от его этого предложения. Которое, которое было тебе сделано. Я недостойный, да. Что тут? Самое лучшее. Я просто недостойный все. Дело не в этом. Я просто хочу измениться, во-первых, в лучшую сторону. Ну все, увидите, стараюсь, 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 знаете, и все равно, ну, сизифов труд какой-то. Да вообще то, что ты говоришь, я недостойный, извините, вообще ничего это, ничего не значит. Ты на деле покажи. Ну, не значит. Ты тоже над ним духом, понимаешь. Вот ты в другом духе от того духа, который пребывает в церковь. Игнатий Тихонович и мы. Ты в другом духе находишься. И все, что ты даже не говоришь, соглашаешься, извиняешься, никакой разницы нет, ты в духе другом. Апостол Пай говорит, я хочу, чтобы вы пребывали в одном духе, в одних мыслях. А ты тут не согласен, тут ты еще какие-то у тебя своими делами занимаешься. У нас все братья, вот я работаю там, у меня все молятся, я говорю, мне тяжело на работе, все за меня болеют. Николай там работу не может найти, все за него болеют, он это делает. Мы все другом духом живем друг друга и поддерживаем друга. А тебя ничего, ты как раз какой-то, знаешь, как змей какой-то. Отошел куда-то, уполз, потом приполз. Отполз, приполз. Ничего, нельзя вообще ничего, ты не даешь себя, чтобы над тобой работали, но твой дух божественный начал над тобой работать. Ты себя держишь, поставил тут кучу всяких, я тут только что я пропущу через эту сетку твою головную, то ты допускаешь. А что не пропускает у тебя, а у тебя там не входит много чего. Ты не хочешь это принимать. Ты в один в дух войди, стань такой же, как Игнатий Тихонович, вставай вовремя с ними вместе. И в том же духе пребывай. А чтобы пребывать, надо хотя бы книги читать. Он посвятил жизнь свою Богу полностью, у него все пропитано, можно сказать, Евангелием, все просто, вся жизнь. Знаете, апостол Павел подражает его своя. Не каждому, то есть он посвятил всю свою жизнь, но это не каждому дано, правильно? А вот ты теперь можешь брать, он уже поработал, а ты можешь готовое брать. Само. Для этого он и есть, для этого, понимаешь? Это святые отцы сколько потрудились. А он это все поднял, как бы вывел так, чтобы в жизни все проявлялось теперь, что написано в Писании, что написано у святых отцов. Просто подводя итоги, вы хотите сказать, ну и так и в действительности, что у меня смирения не хватает, я просто не в силах себя смирить. Ты от себя не отрекся. Ты хочешь духовного роста, не отрекаясь от себя. То есть ты как бы хочешь, вот именно как, ну тебе бы очень подошел буддизм, медитация, вот это очень тебе подошло бы. Прямо оно сходится с тобой полностью. Вот знаешь, духовное совершенствование, так называемое, такое, самоосознанность, вот это тебе хорошо. Что там, чиннелинг там, я не знаю, ну просветление ты бы там что-нибудь такое искал. Это тебе больше подходит. Получается. Ты вот от себя не отрекся, не хочешь себя отвергать, пересмотреть, что у тебя, что ты полностью мертвец, стопроцентный, никакого нет, все мышление у тебя чисто плотское. Согласен, но я хочу измениться, что читайте правильно, то, что на свете сайте, во свете Библии. Стараться. Правильно? Читать это, конечно, и читать, и плакать перед Богом. Господи, прорви эту, продави это. Прорви эту стену, Господи. Избавь меня от этого самохвальства, самолюбства вот этого. Я за это постоянно каюсь, я же говорю, я хочу избавиться. Избавь, Господи, прям тряси небо, бей, плачь об этом. Я всегда за гордость, за гордыню. Дай мне быть с братьями в одном духе. Дай мне это узнать, что это такое. Ведь ты не отходишь уже пять лет или сколько-то, да? Не просто даже так. У тебя путь такой идет сейчас. Но как этот требус раскрыть, это большая загадка. Да, это точно. Прости Христос, Вячеслав, что уделили мне время, побеседовали самому. Я ждал тебя. Я думаю, когда же ты вернешься? Ну... Когда же я заходил к Игнатию Тихоновичу, он меня... Ну, я у него компьютер-то делаю когда. Я, ну, смотрел, Рустик, думаю, может, что-то написал. Смотрю, нет, ничего нет. Все старое сообщение висит, что вы тут все богохульники, лицемеры. И все, так оно и висит, это сообщение. Я думаю, ну, как жалко. Ну, ладно, хоть сейчас вышел. Поэтому сейчас я добавить тебя пока не могу. Без ходатайства Игнатия Тихоновича. Походатайствует, и я, конечно, сразу добавлю тебя. Принял, спасибо, Христос. Ну, давай. Давай, Рустик, держись. Да, спасибо, Христос. Давай, Игнатия Тихоновича. Принял.